Мы вновь возвращаемся к одесскому Евромайдану. Одесситы продолжают стоять, несмотря ни на что. Каждый день там происходит что-то новое. Вчера поддержать митингующих пришли представители духовенства и писатели. Слово нашему корреспонденту Денису Соколову. Сейчас в городе минусовая температура. Плюс ко всему на Приморском бульваре дует холодный морской ветер. Но одесситов это не смущает и они вновь приходят к дюку на одесский Евромайдан. Сегодня церковь святого Павла или кирка, как вы ее одесситы знаете, практически весь день у нас были включены колокола. Мы хотим разбудить Одессу. У меня такое впечатление, что Одесса спит. Удобнее сидеть в кафе, ни о чем не думать. Это там на Майдане. Так не может быть. Одесса это тоже Украина. Вы все сделали европейский выбор. Вы понимаете, что в такой стране, в которой правит кубка суперолігархов, дальше жить не надо. И доброе, что мы встали и полстали. Потому что пройдет час, и он украинские правники спрашивают, деду, а что ты делал? А ты был на Майдане. Чи ты боялся? Церковь всегда должна стоять на стороне тех, чья свобода попирается. И поэтому мы сегодня здесь с вами. Представители протестантских церквей, крего-католики, также и рима-католики, и православный торг. А не вызвали нас, и Духа Бога. И Сына, и Святого Духа. Аминь. Вот такой душевный и духовный вышел сегодняшний Одесский Евромайдан. Представители самых разных социальных сфер жизни присоединяются к одесситам, которые выбрали европейский век. Ответ остался лишь за властью. Денис Соколов, Вячеслав Лаштаба, телекомпания Круг.